Дорогие друзья, очень приятно вас всех видеть, мы начинаем наш уникальный вечер, действительно уникальный, потому что сегодня произойдет очень много замечательных событий. И я, конечно, очень счастлив быть таким неким куратором этого вечера, который соберет много макикантов разного возраста или возраста, и представляющих разные города, даже страны. Ну, в этом будет чуть похоже, а сейчас я передаю микрофон нашему Михаилу Митропольску, нашему большому другу, известному журналисту и джазовому критику. Вот он мне уже покритиковал. Я буду продолжать вот это. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне вообще приходится довольно часто выступать перед разными людьми или просто сидеть со столовой, рассказывать, как нужно воспринимать авангардную музыку. Это довольно глубокое занятие, рассказывать, как это нужно делать. Вот в этой аудитории я совершенно не собираюсь, потому что я прекрасно понимаю, что те новые покорения, которые сейчас вы представляете здесь, в этом зале, они гораздо лучше меня способны воспринимать эту музыку, тем более, чтобы мы уже сюда пришли, если не способны. Поэтому рассказывать об этом бессмысленно. Я бы хотел сказать только одну очень важную вещь. На мой взгляд, вообще разделение музыку на авангард и не на авангард, это полнейшая бессмысленность. Музыка должна обладать некими свойствами предпринимания души человека, какими способами она делается, что при этом чувствует, делает музыкант, как при этом соотносится восприятие слушателя. Это уже совершенно второй вопрос. Очень важно, чтобы эти люди оказались в одном музыкальном и культурном времени, важно, чтобы они могли слушать один и тот же язык и его воспроизводить, на этом языке общаться. Вот это самое главное. А если на этом языке будет высказано нечто важное и ценное для людей, которые узкие, это круг или широкий круг, вот тогда это и происходит. Если это не происходит, это тоже бывает. И в этом смысле, когда меня называют любителем джаза, а меня называют уже лет где-то 45, наверное, я ужасно одни годы, потому что никакой не любитель джаза. Я просто слушатель музыки с некоторым опытом, вот этим я отличаюсь от вас, а просто старше, больше ничем. А прошел очень много разных этапов. Я думаю, что этап, который сегодня нам предстоит, вот Леша сказал, что он очень счастливый человек, он часто бывает счастливым, потому что это часто приходится организовывать мини-фестивали, крупные фестивали, какие-то новые составы, новые проекты, у него невероятная совершенно энергетика и много различных музыкальных идей. Так вот, то, что происходит сегодня, обладает действительно неким уникальным качеством. Почему-то я об этом не слышал ни от того, но это очень важный момент. У меня есть студенты, я преподаю, уже десятки лет преподаю, и этим студентам я в какой-то момент говорю о том, что в джазе, а я о джазе рассказываю, о разных джазах в течение двух лет, есть шесть фигур, о которых никто не спорит. Это вот такие веховые фигуры, очень важные в истории джаза. Из этих шести людей, пять человек уже на одном свете, а вот один только жив. Я, конечно, немного лукавил. Дело в том, что тот, кто жив, тот, кто был жив, когда я рассказывал о студентах, он далеко не всеми воспринимается в джазовой среде, весьма костной, на самом деле, консервативной среде, воспринимается как фигура, такая вот значимости равной всем остальным. Но мое лукавство вполне оправданное, я не хочу, чтобы это так воспринималось. Вот этого человека, которого зовут Орден Хоман, несколько дней тому назад не стало, вошел в число тех, кто уже не на этом свете. 11 числа умер Орден Хоман. И сейчас у меня первая возможность за все эти дни помолчать по этому поводу. Я думаю, что тень, Орден Хоман, музыку которого, кстати, Алексей Круглов играл в разных своих проектах, играл талантливо, интересно, она витает здесь, она здесь с нами, она будет слушать то, что здесь происходит, а происходить будет многое. Самое главное, наверное, все-таки, это презентация, которую мир, вот этот маленький, может быть, мир ждал очень много лет. Презентация фильмов, снятых при помощи британского телевидения, вот мне сейчас напомнили, что это четвертый канал британского телевидения, снятых Лео Фегиным, нашим замечательным другом, учителем, человеком, который многих, кстати, научил по радио слушать музыку, потому что он ввел программы на радио. И это человек, который издавал, издает, продолжает издавать в течение многих десятков лет, уже 35 с лишним, уже не помню точно сколько, издает различную музыку, которую принято называть авангардом. Вот еще раз подчеркиваю, что я это слово не очень люблю. Ну вот музыка, которая оперирует определенным набором языков, достаточно современных. Издает он самых разных людей, там есть знаменитости невероятные, такие как Сейсен Тейлор и Антони Брэкстон и многие другие. Есть незнаменитости, есть новые люди, новые имена, которые там появляются. И самое главное это то, что он, будучи нашим человеком по происхождению, он достаточно много уделяет внимания музыкантам нашим. Уделял и уделяет. Сейчас он снова открывает наших авангардов-музыкантов, новые издания появляются. Самое главное это то, что тогда были сняты фильмы, которые практически очертили круг новой импровизационной музыки на уровне середины, от середины 80-х до 90-го года. Примерно это пятилетие где-то вошло в эти фильмы, которые сегодня презентует издательство «Геометрия». Издательство, которое взяло, так сказать, вот эти фильмы, которым уже почти 25 лет фактически, ну 25, будем считать, что четверть века, и сделало из них нечто иное. Эти люди совершили огромную работу. Они перемастерили эти фильмы, видеоотношения, звуки. Они фактически сделали из этого новый продукт. Продукт, который не стыдно сейчас представить и вам, и всему остальному миру. Продукт, который несет в себе ту самую замечательную историю, те великолепные времена, когда плотность идей, которая возникала в новой музыке, была невероятно высока. После этой презентации будут играть музыканты, о которых говорил Леша, он будет их представлять, музыканты самые разнообразные, кого-то я знаю, кого-то нет. Это будет тоже очень интересно. Но сейчас я хотел бы предоставить этот микрофон представителям издательства «Геометрия» и, может быть, несколько слов о том, что предстоит нам в смысле осмысления новых фильмов Лео Фегина. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Владимир, я продюсер музыкального издательства «Геометрия». В общем, этим проектом занимался с точки зрения производства довольно плотно. После предыдущего ораста, показать вообще практически нечего. Может быть, только то, что действительно мы постарались не испортить продукт, а приукрасиво невозможно, потому что он сам по себе великолепен, и надо было только убрать технические облегки и некие технические проблемы, которые были связаны с теми временами, потому что шестой, восемь-седьмой, восемьдесятосьмой год, и по техническому уровню, и сегодняшние времена – это как бы дневный земляк, понятна причина. И тогда для телевидения не сильно заморачивались по поводу того, кто должен быть там, по уровням выступать и так далее. А сейчас, как у второго дома, система опять один, и, соответственно, надо соответствовать. Ну, я надеюсь, что у нас это получилось в какой-то степени. Вот программа, которым, ну, лично я точно горднусь, было сказано, что делить авангард, джаз, там, и неправильно, и это действительно так, но, тем не менее, у нас получилось три диска, я хотел бы объяснить, почему три. Ну, кроме того, что четыре с половиной часа музыки надо было разделить как-то так, чтобы не потрелалось в качестве, в принципе. Но, кроме того, хотел бы еще все-таки, ну, какую-то логику выстраивать. И здесь нам нашлась такая логика, что вот эти десять фильмов, снятые тогда, можно разделить на такие три очень условных, но все-таки такие подциклы, которые можно сформулировать, наверное, таким образом, там, от джаза к авангарду, от авангарда, к фолку, к фолку, к джазу, да? То есть вот таким вот комплектом, как у нас эти фильмы разложились. Я надеюсь, когда вы посмотрите, вы поймете, почему это сделали. И смотрится это все, несмотря на 25, на самом деле, местами, там, 30 лет на одном дыхании. Сейчас они, конечно, уже появились в Ютьюбе, и какие-то фрагменты, наверное, на многие видео, что это не первая презентация, как его словом, это были предпрезентации. Но, включив любой из этих друг дисков, я думаю, что любой из вас не сможет вот оторваться и не досмотреть его до конца. Великолепные фильмы, очень интересные. Такой джинса, там, я смотрю, где эти изделия сдаются. Соответственно, всех приглашаю. Собственно, а, вот еще у меня было пару замечаний, вернее, не замечаний, а завершение этого моего спича. Алексей Груглов, который сегодня вот мотор этого фестиваля, и привязан к ней презентации, на самом деле, очень много сделал для того, чтобы эти фильмы вообще появились. Потому что его идея была в том, что неплохо бы их было бы издать. И потом он много очень сделал для коммуникации, и, соответственно, вот я хотел бы ему немедленно просто вручить этот фильм, которого для меня, например, еще нет. Кроме того, у нас еще присутствует в зале человек, который, сейчас он на сцену, собственно, выйдет, он один из героев фильма, хоть не заявлено там как главный действующий лицо, но он там очень много присутствует, с Солинфой играет, с Курехиным. В кадре есть фотография на обложках Сергея Пиршлетова. Это я тоже попробую. Это я сейчас и выполню. Он сегодня купол, который сегодня есть, да? Да, да, да. То есть, бром. Вот, ему тоже, соответственно... Это вообще не означает, что все остальные получат даром. Все остальные должны покупать, потому что средства затрачены, изрядные, а купать их нужно. И вот я так хитро как бы хотел подвести. Вот у нас «Связь поколений. Фильм». Сегодня фестиваль молодежного авангарда на сцене. Сергей Пиршлетов из фильма. И в сегодняшней истории тоже он очень активный. Алексей Круглов «Новое поколение». И там даже на обложке написано, что авторитетно английское издатель назвал его новым лицом. групповый джазовый. Вот они здесь еще. Они здесь на сцене. В руках у них наше замечательное издание. Они нам сейчас сыграют в прекрасном цвете. Я так думаю. Спасибо вам. Спасибо. Я думаю, что сейчас мы все-таки позволим себе, я понимаю, что это издевательство над всеми вами, продлить некоторую мозгскую разговорную часть. Я думаю, что это вы много раз слышали. А вот рассказы Сергея Ледова не так часто бывают. Мне на самом деле, я знал почти всех героев, которые фигурируют в фильмах Лео Фегина. Но кого-то уже нет, кто-то живет за границей. Вот такой стабильный человек, проводник новоджазовых идей из того времени сюда, продолжающий очень активно функционировать. Это Сергей Ледов. Не просто космонист, а очень хороший рассказчик. Я его в этом качестве как раз и рекомендую. Спасибо. Я вообще как бы не планировал здесь ничего говорить. И вообще даже как бы не очень планировал сюда и приходить сегодня. Дело в том, что мы втроем, Юрий Еремчук, я и Алексей Круглов, только что выступали на открытии огромной международной выставки театрального костюма в Лохрушинском музее. Играет в свободную импровизацию. Там большая выставка. 91 страна представляет современный театральный костюм. И организатор выставки Игорь Лусанов, профессор Тридцейбанского университета, ЮКЛА. Мы хотели, чтобы Россия была представлена там и в музыкальном плане не каким-нибудь ансамблем балалайчников или русскими романсами, а именно представлена какой-то такой современной музыкой и необычной, чтобы Россию увидели и с этой стороны тоже. Поэтому мы отыграли таким совершенно импровизированным, только свободной импровизацией на разных секс-сабонах и продолжим это сейчас. Но сейчас я скажу несколько слов, наверное, и о Ворнке Колумане, потому что такое время, и хочется сказать немножко и о Леониде Фигине, очень важном человеке для развития импровизационной музыки в нашей стране. Но сначала о Ворнне. Так получилось, что когда-то, когда я еще и не планировал учиться играть на саксапоне, я красил пол в своей плоте, в квартире, и так получилось. Я в то время вообще не очень джаз любил, не очень интересовался этой музыкой, но как-то больше академическую музыку уважал. Вот получилось, что я поставил приемник и закрасил часть по комнате таким образом, что я уже не мог приемник включить или выключить. Это была Олимпиада. В это время не глушили западные голоса. И по радиостанции «Голос Америки», которую я в то время тогда очень любил слушать, началась беседа о джазе. Передача «Выйлица Кановера» о Ворнке Колумане. И вот я впервые услышал эту музыку. И сначала я вроде бы, когда прозвучали позывные ТХД и Трей, я хотел бы что-нибудь переключить. Но так как уже пол был прокрашен, а пробраться в тот угол, я мог только с улицы залезть, то я вынужден был слушать всю передачу. Но где-то минут через двадцать, через тридцать я понял, что моя научная карьера скоро завершится, что я куплю саксофон и буду учиться на нем играть. К концу этой передачи я уже внутри и был приджазовым саксофонистом, который еще к саксофону не прикасался. Вот таким образом Ворнед Колуман вошел в мою жизнь. Это было летом 80-го года. В сентябре я купил саксофон, начал на нем пробовать учиться играть. Вот так началась музыка. Такое место в моей жизни Ворнед Колуман занял. Мне довелось слышать его на концерте. Впервые я услышал в девяносто первом году. Я был в Турине. Был концерт в каком-то джазовом клубе. И за приблизительно 25 долларов мне удалось купить только входной билет. Это означало, что я вошел в толпу людей и стоял вот так на протяжении всего концерта, зажатый большой-большой толпой. И где-то впереди, вдали играл секстет Ворнед Колумана. Звук был отвратительным. Отвратительным. Очень плохой. Полный дисбаланс. Очень громко саксофон. Почти не слышно других инструментов. Но было ощущение причастности к чему-то очень большому и важному. Вот такие пересечения. Теперь я скажу несколько слов о Леониде Фейкине. Ну что, понятно, что советские люди в 70-х годах были очень ограничены в информации. Ну диски, допустим, мы как-то еще получали. То есть можно было у коллекционеров выменивать пластинки. Пластинки тогда назывались пластами, потому что их переписывали на магнитофон. Это был как некий трогугольный пласт, из которого, получив его, можно было, переписывая на магнитофон, обмениваясь этими лентами и получить массу-массу всякого нового, интересного, неожиданного. Это была некая жила такая, ласт. И мы обменивались пластинками, записями на бобинах. Но информации, скажем, словесной, было очень мало. Дело в том, что книг почти не было. Ну, об истории джаза, это все появилось несколько позднее. И главной информацией словесной были передачи Уиллиса Кановера по «Голосу Америки». И была очень интересная передача, беседа о джазе, которую вел Алексей Леонидов. На самом деле, это псевдоним Леонида Фейкина, который на BBC поначалу работал обозревателем спортивного канала, потому что он по образованию спортсмен, окончил институт Лезговта, это институт мастеров спорта в городе Ленинград. И вот, когда появилась какая-то вакансия на BBC, он стал еще заниматься джазовой программой. Но джаз он передавал необычными. В отличие от всех джазовых программ, которые были доступны, это была единственная программа, собственно говоря, о современной музыке. Вот как правильно сказал Микрил Митропольский, который не делит музыку на авангардную и неавангардную, у Леонида Фейкина можно было услышать не только новую импровизационную музыку или фри-джаз, но можно было услышать самую разнообразную музыку, которая к джазу имела иногда достаточно косвенное отношение. И многие из его передач для меня в конце 70-х, в начале 80-х стали определенным эталоном. Я многие имена заполнил на всю жизнь, некоторые из них я почти больше никогда нигде не встречал. Но тем не менее, до сих пор я помню и некоторых сексофонистов, и некоторых рубачей, музыкатов, которые по той или иной причине Леониду Фейкину нравились. Он делал о них передачи, и они становились своеобразным камертоном для целого поколения людей. И несколько позже, когда я стал бывать в городе Наниве, в Ленинграде, познакомился с Курюхиным, от Курюхина я узнал, что у него есть с этим загадочным Алексеем Леонидовым непосредственный контакт, и о том, что он даже отправил ему пластинку записи, и пластинка вышла, и там были некоторые номера ускоренные, это были пути свободы. И даже были разговоры о том, давай что-нибудь запишем, отправим к Лео. Где-то в начале 80-х уже мой товарищ Владислав Макаров в Смоленске, действительно создатель новой импровизационной музыки в нашей стране, и Курюхина, у них были свои каналы, они некоторым способом через знакомых отправляли свои записи, и эти записи потом издавались. Леонид Фейгин практически стал окном не только в Европу, а в мир для импровизационной музыки в нашей стране. Не только для слушателей, но и для музыкантов. Благодаря Фейгину, Триоганелина, и каждый из его участников, он стал известен на Западе. Стал известен на Западе феномен прежде всего Сергея Курюхина, замечательного, гениального пианиста. Завтра Курюхину исполнил день рождения, ему исполнилось бы 61 год завтра, что у нас мы отмечаем сегодня еще и такую дату, близящуюся. Вот в значительной степени феномен новой импровизационной музыки в нашей стране был создан именно Фейгин. И фирма «Мелодия», может быть, и наша отечественная, советская, может быть, и записывала некоторых советских музыкантов и импровизаторов. Например, выходили пластинки Анатолия Вапирова, выходили пластинки Триоганелина. Но это были все-таки вещи, которые воспринимались исключительно в нашей стране. На Западе о импровизационной музыке в России благодаря этим пластинкам никто бы никогда не узнал. Вот это всеобщее распространение и известность нашего нового джаза за пределами Советского Союза это в значительной степени заслуга именно Леонида Фегина. И допустим, в Японии представляете в то время какой был реноме у советского нового джаза. Если в Японии в журнале джаз главный редактор должен был быть специалистом по американской музыке, а заместитель главного редактора должен был быть специалистом по джазу в СССР и в Восточной Европе. Вот так воспринимался мир, был тогда полярным и реноме наших музыкантов было достаточно высоко. И музыканты, которые издавали диски на Лео Рекордс, совершали впоследствии турне по Соединенным Штатам, по Великобритании, выступали на крупнейших фестивалях в Швейцарии, Германии, в самых разных странах. В конечном итоге доехали из Японии. В общем, это большой и очень важный человек. Так, честно говоря, я бы не сказал, что у меня лично отношения не сложились, и ни одной моей пластинки Лео так и не издал вот за все это время. Но это не значит, что это незамечательный и великий человек. Просто у каждого человека есть свои вкусы. Но так или иначе, я принимал участие в некоторых проектах, которые Лео Фикин продвигал. Например, певица Сэнфона Челак или Сергей Курюхин и некоторые другие проекты, в которых я тоже принимал участие. Например, я выступал с певицей Валентиной Пономаревой в записи, который тоже вместе с Лео издавал. Вот такая ситуация. Ну, а теперь, собственно говоря, о фильмах BBC. Фильмы BBC чрезвычайно важны. В них есть уникальные кадры, уникальные съемки. Для каждого человека, который интересуется инфляционной музыкой в нашей стране, это такое, в общем, то, без чего нельзя поступить. Это замечательный, великий архив. Я очень благодарю геометрию за издание этого прекрасной коробки. И хорошо, что такие люди, как Лео, как музыканты здесь, и обязательно как издатели этого продукта существуют. А сейчас, наверное, пришло время пригласить на сцену моих партнеров, моего, прежде всего, большого друга, украинского друга Юрия Ямчука. Это один из самых лучших европейских импровизаторов. Вот Юрий Ямчук Львов. Мы выступаем вместе с самого начала 90-х годов. У нас когда-то был совместный русско-украинский проект. Он иногда сейчас снова возобновляется, несмотря на всякие сложности. В основном музыканты с Украины, которые сейчас на Украине находятся. И я хотел бы пригласить нашего молодого друга, я думаю, самого перспективного и самого энергичного музыканта нашего времени в России Алексея Круглова. Леша, вы такой. То, что вы слышите, это может быть не та свободная импровизационная музыка, которую представлял себе Владислав Макаров. Для него, конечно, что мы, как он выражался, джазовички, бодрячки в каком-то смысле. Это так он на трио говорил. Но мы будем играть абсолютно импровизированную музыку, мы ни о чем не договаривались. У нас, обратите внимание, у всех совершенно разные саксофоны. У Юрия Юрчука тенор, бас-кларни, сопрано-саксофон, у Алексея Круглова аль-саксофон, у меня сопранино-саксофон и си-мелоди саксофон. Вот на таких разных инструментах мы попробуем проиграть импровизационную музыку так, как мы ее понимаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка